Без телевизоров, холодильников и компьютеров осталась часть жителей улицы Маловского на Слободке. Из-за скачка напряжения пострадали сразу три дома. Без света осталось полсотни семей. Все подробности расскажет моя коллега Юлия Федорова. Людмила Эдуардовна показывает дыру в своем телевизоре. Расплавлены пластики, следы копоти на мебели. В течение нескольких секунд пенсионерка осталась без единственной связи с внешним миром. Я зашла в квартиру, я услышала запах гари. Говорю, дед, что случилось? Он говорит, а вон иди посмотри. Я как глянула, а мне нехорошо стало. Огонь в телевизоре пришлось тушить подручными средствами, используя тряпки. Пламя едва не перекинулось на сервант. Никакого толку с него. Его что, разве взять да выкинуть на свалку? Куда же его? Ремонтировать его никто не будет, потому что это нереально. Свет в квартирах исчез, а у местных жителей начала гореть бытовая техника. Он уже доходит до открытого огня, так вы же понимаете. У меня просто дорогостоящий холодильник. Японский шарп. Ремонт сложный будет. По словам жильцов, перепады напряжения в доме начались еще на выходных. Лампы в квартирах то гасли, то загорались ярко. Проводка начала коротить, а со столба линии электропередач на улице сорвался провод. Провод на земле лежал. Хорошо, что никто не проходил, мимо никого не убило. Стегнилые провода. Уже 50 лет не менялись, и никому до этого дела нет. И вообще эти провода, я так понял, бесхозные. Никто за них ничего не отвечает. Местные жители тут же начали измерять уровень напряжения в сети с помощью тестеров. Данные колебались от 200 до 400 вольт. В оба энергии звоню, они же не, вы не наши. Давайте в РЭС звонить. Звоню в РЭС, они же не, вы не наши. И вот так по колесу. Все друг на друга ссылаются, но никто фактически ничего не делает. Они нам отвечают, что мы никому не относимся. Вот нас интересует вопрос, кому мы платим за свет. Жек приехал, посмотрел, уехал и сказали, мы пойдем к мэру. Ну, это мы слышим давно. Жильцы дома на Маловского 7 уже трое суток сидят без света. Они твердо намерены подавать в суд. Вот только подсчитать сумму материального ущерба очень сложно. Слишком велики потери и число пострадавших. Юлия Федорова, Игорь Казанжи, 7 канал.